В календаре марийской традиционной религии середина лета, время большого праздника Сурэм. Одной из молений состоялась священная роща деревни Шурунджа Маркинского района. Обычаи и обряды, связанные с праздником Сурэм, с древнейших времен занимали значительное место в духовной жизни марийского народа. Как отмечают историки, даже само название обряда означает «изгнание злой силы». На молениях в священной роще побывала съемочная группа телеканала Мэтр. Летним июльским утром в священной роще близ деревни Шурунджа Маркинского района собираются сотни жителей республики. Это моления последователей традиционной марийской религии, посвященные одному из древнейших праздников народа Мари – Сурэм. Одна из самых важных дат летнего календарного цикла. Праздник сопровождается крупным молением, жертвоприношением. Так издревле марийцы надеялись задобрить богов и заручиться их поддержкой в хозяйственной и семейной жизни. По времени проведения Сурэм совпадает с христианским Петровым днем. Это 12 июля. Церемониал праздника Сурэм состоит из сложных ритуалов. Они практически не меняются столетиями. И, конечно, главные здесь – жрецы. Жрецы, как никто, посвящены во все особенности деталей. Что в основном просят люди? Что люди просят у богов для себя, для близких, для своей земли, может быть? Прежде всего люди просят здоровья для себя и своих близких, для детей – помощь и благословение в учебе. Матери ставят свечки своим сыновьям, которые собираются в армию. Проводят вокруг головы серебряной монетой. Просят, чтобы дети вернулись живыми и здоровыми. Просят удачи в дороге, помощи в строительстве нового дома, а затем идут за благословением перед тем, как заселиться. Бездетные просят помощи. Одинокие люди – покровительство, чтобы найти свою вторую половинку. Кроме того, просят благословить тех, кто уехал в другие города или страны. Многие просят, чтобы бог оберегал домашнюю скотину и домашнее хозяйство. Хочу пожелать нашим жителям здоровья, счастья и долголетия. Мы молимся и верим, что все их слова будут услышаны, где бы ни находились эти люди. Хочу сказать, чтобы люди не отстранялись и не забывали марийский язык. Я желаю, чтобы на следующее моление Мари, живущие за пределами нашей республики, приехали на нашу марийскую землю. Традиционно молельную рощу заранее готовят и прибирают к приходу верующих и гостей. Кстати, на церемонию может попасть любой, ведь роща открыта для каждого, кто приходит сюда с добрыми намерениями. Но все-таки предварительно лучше постараться получить одобрение жреца и знать о правилах поведения в кюсота. Во время молений в роще не рекомендуется громко разговаривать, сквернословить и мусорить. Даже дрова для костров, на которых готовится ритуальное угощение, приводится специально. Ведь все в роще священно. Сегодня в Шарунже три площадки для моления, на каждой из которых можно попросить у богов что-то для себя и для своих близких. Диана рассказала нам, что привело ее сюда, и что она хочет получить от богов для своей семьи. Место, конечно, священное. Я здесь выросла, пришла вместе с мамой, попросить здоровья, счастья, семейного благополучия. Я недавно обзавелась семьей. У меня очень много братьев, сестер. И я, мои бабушка, дедушка, мама, папа всю жизнь ходили в рощу, я в это верю. И также пришла попросить всего хорошего, чтобы будущее было хорошее, чтобы на дороге все было нормально, в работе был успех и семейного достатка. Время проведения праздника, определенное сотни лет назад, не случайно. Сюрем приходился на период полного расцвета природы, отмечался после пары цветения и калашения хлебов. На это время устанавливались строгие запреты тревожить землю, питающую новый урожай, а значит, требующую покоя. Считалось, что несоблюдение правил, не беспокоить землю может навлечь на людей разные беды. Дабы отвезти их, Сюрем вобрал в себя множество очистительных обрядов. Один из них – изгнание нечистой силы. Уникальность обрядов марийской традиционной религии всегда привлекает гостей. Нынче на Сюрем приехали из разных уголков страны и даже из-за рубежа. Один из гостей – сценарист Денис Осокин, известный по фильмам «Овсянки» и «Небесные жены луговых морей». На самом деле я приехал к своим давним друзьям. Я с шарунжинцами, с маркинцами знакомый, дружен больше 15 лет. Получаю очень много важного для себя. Мне это помогает и в работе, и в жизни, и просто легче дышать, ходить. Хотелось и обняться, и постоять в роще. Марийскую традиционную религию по праву можно отнести к ценнейшему наследию национальной культуры, бережно хранимому самим народом. Даже в наше время среди многих Мари соблюдение годовых календарных праздников считается священным. Шерекйол, Оарня, Кугеча, Агапайрем, Семык, Сюрем – эти праздники были, есть и будут в жизни и обычаях нашего национального края. Программы по сохранению традиционной культуры народа Мари активно поддерживаются на уровне правительства республики, а все священные рощи имеют статус памятников культуры, охраняемых законом. Удивительно, но находясь в священной роще, четко осознаешь, что все это не мистика, это действительно часть нашей жизни. Здесь, понимаешь, боги и вправду слышат людей. И именно поэтому очень хочется вернуться сюда вновь. Но уже подготовившись, с действительно серьезной и важной просьбой, чтобы не отвлекать высшие силы на помощь в решении задач, которые вполне по плечу земному человеку. Редактор субтитров А.Семкин